Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Седьмой том. Вопрос 1855. «Сейчас так доступно и легко стало называться православным. Всегда ли так было, или все же были какие-то испытательные сроки?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В житиях, как правило, обращались многие через чудеса и тут же крестились. Но потом ввели определенные сроки оглашения от трех до пяти лет. И это было оправданно, ибо надо было узнать, куда ты пришел, во что и в кого уверовал. Шла проверка из Саввла. Деяния апостола в 9 глава 26 по 27 стих. Саввл прибыл в Иерусалим и старался пристать мученикам. Но все боялись его, не веря, что он мученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. 20 тысяч мучеников 28 декабря. Оглашением называлось предварительное испытание, готовившихся к принятию святого крещения и обучение их истинам веры. Оно длилось от сорока дней до трех лет. Иногда же по обстоятельствам сокращалось до нескольких дней. У христиан первых веков было обычай причащаться ежедневно святых тайн. Но так как не было возможности служить литургией ежедневно, то святые тайны выдавались верующим надум. Маркел 7 июня Оглашение – изустное наставление в истинных веры православной, преподававшиеся в древней церкви всем, желавшим приступить к таинству крещения. Имея право входа в храм для слушания священного писания и поучения, и даже присутствовать в первой и второй частях литургии, Проскомидии и литургии Оглашения. Оглашения перед наступлением третьей, самой важной части литургии, литургии верных, должны были немедленно выходить из храма, о чем и оповещалось дьяконом Возгласом и доселе сохранившимся православной церкви при совершении литургии. Срок оглашения был не одинаков. Многие пребывали оглашаемыми в продолжении всей жизни. В случае необходимости срок оглашения сокращался до нескольких дней или даже нескольких часов, как, например, в данном случае. Сурковный обряд оглашения и доселе совершается в православной церкви. Он состоит в прочтении молитв над приступающим к окрещению и произнесении заклинания на дьявола. При этом приступающий к окрещению отрекается от сатаны, сочетывается Христу и исповедует свою веру чтением символа веры. Это делается при крещении младенцев восприимниками. Петра, увидев перед собой седьболилейских рыбарей, Христос сказал, иди за мной, отныне будь ловцов людей. И Петр с покорностью смиренья приял спасителя веленья. И полон рвеньем святым, оставив все, пошел за ним. Гробы.